Здравствуйте, уважаемые зрители! Здравствуйте, Владыка! Здравствуйте! Сегодня наш разговор об исповеди. В своей книге «Полюбить церковь» этой теме вы посвящаете главу «Тайна благочестия», и вы подчеркиваете, что исповедь – это таинство. В чем заключается это таинство? – Исповедь – это таинство, в котором человеку, который исповедуется, называет свои грехи перед священником, Господь невидимым образом, таинственным образом прощает его грехи. Вообще, мы называем таинствами все такие церковные священодействия, в которых происходит взаимодействие Бога и человека. Почему таинство? Потому что мы верим и знаем, что происходит нечто. Допустим, вот таинство крещения. Обычный человек вводится в церковь, становится членом церкви. Таинство миропомазания. Посредством миропомазания человеку сообщаются благодатные дары Святаго Духа. Таинство Евхаристии – хлеб и вино – таинственным, непостижимым, необъяснимым для нас образом становится телом и кровью Христовыми. Таинство исповеди, когда человек рассказывает о своих грехах священнику, он не просто рассказывает, а кается в своих грехах, сокрушается в них. И Господь, сам Господь, не священник. Священник так и говорит, я только свидетель твоего раскаяния. Господь отпускает человеку его грехи. Мы верим, опыт церкви, двухтысячелетний опыт церкви говорит о том, что происходит во время таинства. Но мы не можем объяснить это так, как мы можем объяснить химические или физические процессы. Происходит одно, второе, третье. И поэтому мы называем это таинством. В исповеди человеку прощаются его грехи. Те грехи, в которых он раскаялся и которые он старается не повторять потом. Почему простого раскаяния в молитве недостаточно? Надо исповедоваться священнику. Это установление церкви. Об этом сказано в Священном Писании. О том, что вы исповедуете друг другу согрешения ваши. И, собственно говоря, вот на этом основано установление таинства исповеди. В древней церкви было так, что человек исповедовался всей церкви, вслух, всей общины в своих грехах, которые он совершил. И Господь прощал ему эти грехи. И потом со временем таинство исповеди приобрело ту форму, которую имеют сейчас и на Западе, и на Востоке, когда исповедь совершается перед священником. Но присутствие другого человека, оно обязательно. И обязательно наличие раскаяния. Потому что просто поделиться своими грехами с другим человеком сегодня могут очень многие. Даже не просто поделиться, а хвастаться этим. Даже что прибавить в себе грехов. Но именно раскаяние, именно сокрушение в своих грехах и твердое намерение не возвращаться к ним, не повторять их – это основное условие действенности исповеди. Как надо готовиться к исповеди? Просто проверять свою совесть, вспомнить все то, что отягощает ее, вспомнить все свои согрешения. Очень такая практика, удобная, последние десятилетия возникла. Обязательно написать на каком-то листе бумаги, чтобы не забыть. И на исповеди, пользуясь этой бумажкой, рассказать священнику о своих грехах. А может быть такое, что не в чем исповедоваться? Так не бывает. Бывает, что человеку кажется, что ему не в чем исповедоваться. И понимаете, в чем дело? Человеческая совесть – вещь очень такая растяжимая. И каждый из нас замечал, вот сделал какой-то нехороший поступок. И стыдно, неудобно, как-то понимаешь, что неправ. Ну, час понимаешь, два понимаешь. К обеду уже как-то все это потихонечку затухает. А на другой день даже не вспомнишь. А что? А ничего. Все нормально. Вообще, христианину нужно регулярно испытывать себя, испытывать свою совесть и проверять, насколько далек он от Евангелия. Вот недаром в вечернем правиле существует повседневное исповедование грехов, когда уже сам, находясь на молитве, человек перед Богом исповедуется в тех грехах, которые он совершил в течение дня. Он их перечисляет и просит у Бога прощения в них. Вот этот навык очень важен. Если мы будем просто забывать изо дня в день о том, что мы сделали плохого, то через какое-то время, когда нам вдруг придет пора идти на исповедь, мы посмотрим внутрь себя и скажем, а что ли, а ничего, все хорошо. Никаких у меня грехов, вроде бы, больших нет. Бывает так, иногда приходит человек, ну, батюшка, а вот я что, я не убивал никого, не грабил, не воровал, ничего, все нормально у меня. Это говорит о том, что у человека нет навыка такой внимательной жизни, внимательной к самому себе. Вот этот навык тоже надо вырабатывать. Это одна составная такая часть внимательной духовной жизни. А все ли грехи прощаются во время исповеди? Все. Если человек в этом раскаивается, если человек полагает готовность, с одной стороны, никогда не повторять, а с другой стороны, претерпеть за этот грех определенное наказание, вот если человек приходит на исповедь и скажет, я убил батюшка, да, вот, например, что надо делать священнику, да, сказать, ты убил, поди, если до сих пор ходишь на свободе, иди и признайся в своем убийстве. Вот это будет твоя исповедь. Если человек пойдет и признается, я думаю, что да, грех будет прощен. Спасибо, Владыка. До свидания. 17 ноября прошла международная конференция «Война и церковь. Уроки истории и современные вызовы». Ее организатором выступил Международный общественный фонд «Единство православных народов». Не случайно местом проведения был выбран Ульяновск. Одной из главных тем обсуждения стало пребывание с 1941 по 1943 год в Ульяновске руководства Московской Патриархии во главе с местоблюстителем Патриаршего престола митрополитом Сергием Старогородским. Ульяновск, он же Симбирск, имеет совершенно особое значение в истории русской православной церкви XX века. Вот как, может быть, это не удивительно кому-то покажется, отсюда началось возрождение церковной жизни в Советском Союзе. Очень слабое, но все же возрождение после десятилетий уничтожения церкви. И, как сказал Владыка митрополит, действительно отсюда начинается совершенно новая страница и в жизни нашего Отечества, и в жизни церкви, и, собственно, новая страница формирования и налаживания совершенно нового порядка государственных церковных отношений. О том, в каком состоянии была русская церковь к началу войны, и почему было принято решение об эвакуации руководства Патриархии, рассказал участникам конференции митрополит Симбирский и Новоспасский Лонгин. Власть ставила своей задачей полное уничтожение церкви, и к моменту начала войны двигалась к этой цели уже более двух десятилетий. Из 40 тысяч православных храмов к 1941 году осталось около ста. В Ульяновске действовал только один воскресенский храм, однако осенью 1941 года и он был закрыт. Большая часть духовенства была уничтожена физически. С 1918 по 1941 год были расстреляны и погибли в ссылках сотни тысяч священников, архипастерей и верующих мирян. Однако после начала войны продолжать борьбу с церковью стало для власти невыгодно и даже опасно. Государству нужна была помощь западных союзников США и Великобритании, но влиятельные силы этих стран были настроены против помощи безбожной России. Поэтому репрессии против церкви были ослаблены, и в октябре 1941 года принято решение об эвакуации церковного управления в глубокий тыл. В годы войны церковь была со своим народом, делала все, чтобы приблизить победу. Именно в Ульяновске митрополит Сергий опубликовал ряд посланий к русскому православному народу. Из Ульяновска прозвучал его призыв о сборе пожертвований в фонд обороны. На собранные церковью средства была построена танковая колонна имени Дмитрия Донского и эскадрилья самолетов имени Александра Невского. Победу в Великой Отечественной войне нашему народу принесла не советская идеология и не большевизм. Победила Россия, которая, вопреки всему, не утратила своих глубинных духовно-нравственных корней, сумела собрать все свои силы и проявить невероятное мужество и колоссальное терпение. И не в последнюю очередь благодаря православной церкви. Недаром даже такой циник, как Иосиф Иосиф Иосифович Сталин, был вынужден допустить возрождение церковной жизни в военные годы, понимая значение неубитого гонениями христианства для жизни народа. И даже богоборческая власть увидела, что вера есть огромная, объединяющая и поддерживающая сила. Двухлетний период эвакуации церковного управления в Ульяновск сегодня мало изучен. Но необходимо продолжить архивные изыскания. Память о тех событиях должна быть увековечена, считает владыка. Лучшим способом для этого может стать создание музея периода эвакуации, который мог бы стать заметным совместным проектом государства и русской православной церкви. О необходимости сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне говорил и губернатор Ульяновской области Сергей Иванович Морозов. Историческая память ведь это не просто разговор о памяти. Это сохранение в веках в сознании людей живого восприятия боли, несправедливости, лишений, которые пережили наши с вами предки. Всего того, что они испытывали ради нашего с вами настоящего. Наравне с мирянами на боевых, на трудовых фронтах несли свою службу и представители русской православной церкви. Несли прежде всего, я особо это подчеркиваю, во имя народа, во имя его спасения. И подвиги священнослужителей были признаны. Международный общественный фонд единства православных народов был образован в 1995 году. Председателем его попечительского совета является святейший патриарх московской Евсея Руси Кирилл. Фонд действует в целях укрепления духовного братства народов, исповедующих православие, консолидации усилий международной и православной общественности в деле культурного и социального сотрудничества. Елена Гончарова, Наталья Горенок, Владислав Фролов, Симбирская митрополия. Здравствуйте! Сегодня я хочу вам рассказать о том, что такое лампада, какова символика и применение ее в церковном богослужении. Лампада, от греческого слова лампадион, масляный светильник, это издревле употреблявшаяся в христианском богослужении лампа, наполняемая маслом, которую возжигают и подвешивают перед иконами в храме, хотя иногда и дома, во время молитвы, во время богослужения. И символизирует лампаду собой свет веры. Ничем не гасимый свет веры, а по мнению некоторых древних толкователей, например, Тертулиана, автора 4-го столетия, даже самого Христа, сказавшего о себе, «Я есть свет миру». Чаще всего лампады подвешивают перед иконами, иногда ставят на специальных подставках, в том числе в алтаре, на престоле и жертвеннике. Устанавливают также и дома в красном углу перед иконами и зажигают на время вечернего или утреннего молитвенного правила. Огоньки лампад, равные свечей, всегда неизменно тянущиеся ввысь к небу, призванные напоминать христианам о том, чтобы наши мысли, мечты, стремления и вся наша жизнь не простиралась бы только по горизонтали, не была бы обращена только к нашим сиюминутным земным нуждам, но чтобы и мы сами вслед за этим пламенем, свечей и лампад, обращались бы ввысь, к горе, к Богу. История обретения Жадовской Казанской иконы Божьей Матери берет свое начало здесь, в селе Румянцево, которое в те далекие времена называлось Ивановское. Село располагается в семи верстах от Жадовской пустыни. На одном из дворов проживал старец Тихон. Он много лет страдал от болезни расслабления и с трудом контролировал движение своих конечностей. Недуг доставлял ему много неудобств и боли. Без посторонней помощи он не мог передвигаться. Тем не менее Тихон никогда не жаловался. Был глубоко верующим человеком и каждый день молил Бога об избавлении его от этой тяжкой болезни. Со временем Тихона одолело уныние и печаль. Он начал сомневаться в том, что ему когда-либо удастся выздороветь. Но в 1698 году в одну из летних ночей ему приснилась благообразная девушка. Многие уверены, что это была сама Пресвятая Богородица. Она обратилась к Тихону с неким наставлением. Велела отправиться в село Жадовка, на источник близ реки Самородки. Там Тихон должен отыскать икону Божьей Матери, от которой и получит избавление от своего недуга. Ему необходимо напиться воды из источника и умыться ею. После этого наступит исцеление. Сон впечатлил старца, но он не воспринял его всерьез, так как был человеком глубокой православной веры. Но на вторую ночь вновь явилась во сне та же девушка и начала корить Тихона за непослушание. Уверовав промысел Божий, он отправился в указанное место, но не смог найти образ Девы Марии. Родные же, обнаружив пропажу Тихона, не на шутку разволновались, гадая, кто и куда мог увезти больного старика. Но увидев его идущим на своих ногах и абсолютно здоровым, сильно обрадовались и начали молиться. Исцеленный старец долго благодарил Господа и предчистую Деву Марию за свое чудесное выздоровление. Успокоившись, он прилег и снова увидел во сне Богородицу. Она велела опять пойти к той самой поляне, сказав, что святой образ плавает поверх воды ключа, и Тихон обязательно его найдет. На рассвете старик со своей маленькой внучкой пошли к указанному месту. Обойдя несколько родников, они наконец-то нашли икону Богородицы. Она плавала в воде и сияла неизреченным цветом. Тихон вырубил в стоящей близ родника Ольхе место и вставил в него обретенную им икону. После этого в народе быстро распространилась весть о чудотворном образе. И к нему начали стекаться верующие с мольбами о помощи и исцелении со всех соседних селений. На месте обретения иконы Тихон построил хижину и поселился в ней. Рядом с ним позже обосновались еще несколько сподвижников. В 1709 году здесь была возведена часовня из деревянного сруба по распоряжению полковника Обухова, который владел этой землей. С 1711 по 1714 годы на средство того же полковника рядом с часовней построили храм во имя иконы Пресвятой Богородицы Казанской и образовался Жадовский мужской монастырь. Новоявленный образ был передан в храм после его освящения. Со святым образом Богородицы начались крестные ходы до престольного града Симбирска. А Жадовская пустынь, как под копирку, повторяла всю историю страны. Дважды она была закрыта, но вновь, словно птица-феникс, возрождалась из пепла. В 20 веке, когда монастырь закрыли, то святыня, казалось, была утеряна для людей. Оказалось, что все это время образ прятали от властей надругательств и уничтожения благочестивые миряне. А с конца 70-х годов и 20 последующих лет икону хранила у себя дома священник Николай Шитов, ныне архимандрит Адриан. После освидетельствования икону вернули, а монастырь начали восстанавливать. Сейчас Жадовский мужской монастырь – красивейшее и святое место на карте всей Ульяновской области. А чудотворная Жадовская казанская икона Божьей Матери – главная святыня земли Симбирской. Ежегодно с ее помощью сотни тысяч человек возносят свои мольбы Царице Небесной на крестных ходах, которые возобновили в самом начале 21 века. Хранители чудотворного образа монахи Жадовского монастыря носят свою святыню по всей Симбирской митрополии. Ведь Пресвятая Богородица послала нам свой чудотворный образ, как веточку для спасения. Здравствуйте, дорогие зрители! На нашу электронную почту поступили вопросы от наших прихожан, от нашей паства, и сегодня мы хотели бы на них ответить. В Евангелии сказано «Будьте как дети, и вы войдете в Царство Божие». Что это значит? Вот такие слова действительно, которые нас подвигают к размышлению. Что такое ребенок? Ребенок – это маленький, неизлобивый человек, который старается на все смотреть с широко раскрытыми глазами, всему доверяет, всему в этой жизни как-то относится с интересом и не помнит зла самое основное. Вот в Евангелии сказаны такие слова, что «Будьте как дети», а в апостоле и в послании к Коринфянам, святого апостола Павла, мы читаем, что «Не дети бывайте умом, но младенствуйте злобой, а умом бывайте совершенны». Это говорит нам о том, что человек должен уподобляться детям не в разуме, не в каком-то отношении без критики к окружающему миру, а в отношении к миру без злобы, чтобы человек на все смотрел глазами Божьими. Как Господь смотрит на всех без злобы, с сожалением, что тот или иной человек ошибается, творит это, может быть, даже не потому, что он злой по природе, а потому, что у него в душе неустроенность, в душе какие-то проблемы, какие-то у него неразрешенные вопросы. Вот если человек смотрит такими глазами на ближнего, как ребенок, смотрит на взрослого и ожидает, что взрослый ему скажет. Когда педагог заходит в класс, часто бывает так, что ребенок сначала напряженно всматривается в лицо, он хочет увидеть на лице человека, этого педагога, вот эту искорку Божию. Вот Господь призывает нас к тому, чтобы мы смотрели на людей в желании, в том, чтобы увидеть в них искорку Божию, что Господь создал каждого по образу и подобию. Поэтому каждый человек достоин, чтобы на него смотрели с любовью, с вниманием, с пониманием, как ребенок смотрит на взрослых и с доверием. Вот Господь нам дает такую заповедь. Поэтому первый отклик на слова Христа, чтобы мы стали как дети, это не умом становиться как дети, а именно становиться душой, чистыми, незлобными, участливыми, готовыми на всякую помощь, даже маломальскую помощь нашим ближним, которые оказываются вокруг нас. Поэтому Господь нам заповедует, будьте как дети. Добрый день, дорогие братья и сестры! В Евангелии от Матфея написано такие строки «Не судим, да не судим будешь и, ибо каким судом судишь, таким и будешь осужден». Святой Иоанн Златоуст, пытаясь понять эти слова Христа, восклицает. Ну что же теперь? Не должно никакого обвинения произносить на согрешающего? Чтобы разобраться с этим вопросом, мы вновь должны взглянуть в Библию. В книге «Царств» описывается, как пророк Илья осудил праведным судом лжепророков. В четвертой книге «Царств» описывается, как пророк Елисей осудил Геизия за взятие денег и наказал его проказой. Иоанн Златоуст говорит, что есть праведный суд, который мы обязаны совершать, и есть суд, который творили книжники и фарисеи, когда они судили друг друга и не исправляли сами себя, когда убийцу судили по закону, а сами убивали пророков, когда сами, будучи исполнены недостоинств, страстей, грехов и неправды, осуждали тех, кто находился рядом с ними за более мелкие проступки. И вот апостол Павел в первом послании к Тимофею пишет «Согрешающего обличай пред всеми». Это накладывает на нас нравственные обязательства быть самим совершенным, как Отец нас совершенен есть. Святой Иоанн Златоуст по поводу осуждения пишет «Должно не корить, не поносить, но вразумлять, не обвинять, но советовать, не с гордостью нападать, но с любовью исправлять человека». Итак, братья и сестры, все строгости церковной жизни, все строгости нравственного закона мы призваны обратить к самому себе для того, чтобы стать примером. В духовной жизни есть закон, что чистому сердцу все чисто. Если мы избавляемся от своих страстей, вокруг нас мир наполняется любовью, и мы становимся первоисточником этого благородного, высокого чувства, которое уходит к самому Христу. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok